В Югре еще один муниципалитет вышел в быстрый интернет. В Междуреченском установили оборудование, которое позволит каждому абоненту получить широкополосный доступ во всемирную паутину. Такая информатизация труднодоступных населенных пунктов стала возможна благодаря сотрудничеству провайдеров и окружных властей. Согласно этой программе, через два года пользователями скоростного интернета должны стать почти 100% жителей Югры. Подробнее в сюжете. 100 мегабит в секунду. Скорость интернета для жителей Междуреченского до недавнего времени немыслимая. А теперь вполне доступная. В центре Кандинского района заработал дата-центр, который позволяет передавать данные по технологии джипон. То есть оптоволоконный кабель проведут в квартиру каждого абонента. Мы вас поздравляем, что у нас первый абонент. Ростелеком. Оптический абонент. Мы вас поздравляем. Подключать абонентов в Междуреченском будут по мере того, как будет расти оптоволоконная сеть в поселении. Для этого нужно проложить еще около 5 километров линии под землей и по воздуху. И тогда больше 500 жителей получат возможность пользоваться интернетом и сопутствующими сервисами. Но это, как говорится, уже частности. Главное, что к поселку канал подвели. Отсюда же, кстати, пройдет наветление и по всему району. Организован магистральный оптический канал пропускной способностью 10 гигабит на участке Урай-Междуреченский. Соответственно, весь поселок Междуреченский получил возможность работать на высоких скоростях. Сегодня в Югре остается около 30 труднодоступных поселений, куда не проведен широкополосный интернет. Для поставщиков услуг заходить сюда пока не выгодно. Департамент информационных технологий региона уверяет, что решение вопроса в субсидировании этого вида работ. У нас большой проект на 2018 год, инвестиционный проект. Автономный округ представляет такой инвестиционный проект для захода операторов связи и для прокладки оптических линий связи в труднодоступные населенные пункты. Это субсидирование строительства. То есть часть денег дает окружной бюджет, часть денег дает некий инвестор, который зайдет, некий оператор связи. И в труднодоступные места придет у нас оптика, придет у нас сотовая связь, придут современные сервисы. В целом программа рассчитана на два года. К концу 2019-го в Югре 99% поселений будет соединено с остальным миром широкополосной оптоволоконной связью. Сергей Крабков, Павел Жутов, телекомпания Югра, присоединитель компании Канда.